МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Отмечу, что в одном из боев выступил пермяк Константин Богомазов. Он принес в сборной важное очко. Еще по одному добавили его партнеры Артем Зайцев и Павел Селягин. Дальнейшая судьба нашей команды зависит от исхода встречи Китай-Казахстан. Далее игровые виды спорта. В Ростовской области прошло первенство России по хоккейной траве среди девушек не старше 18 лет. Сборная Пермского окрая настраивалась на место в первой тройке, но стала только пятой. Наши дважды победили сборную Крыма, уступили команде Ростовской области и сборной Москвы, обыграли коллектив спортшколы Королев и сборную Ленинградской области. Победу же отпраздновали хоккейские Татарстана. И в завершение о футболе. В чемпионате страны уже стартует 25-й тур. Амкару предстоит сыграть дома против футбольного клуба Краснодар. Он, напомню, минувшие выходные переиграл Тульский Арсенал 2-0, а нашу Венчу сыграли в Москве с «Локомотивом» 3-3. Эта игра состоится в четверг. «Локомотив» так ваш был близок к победе. Наши ребята молодцы. Такая игра получилась интересная для зрителей, хотя для тренеров, может быть, они сейчас начнут говорить, вот если бы ты там не ошибся. Как всегда. У нас задача, мы скрывать ее не будем, у нас задача попасть в Лигу Европы. То есть по окончании сезона. Ну и ничего от этого не меняется. Сейчас у нас задача восстановить игроков, подумать над составом и лететь в ферм, где через три дня у нас уже игра. К этому часу все. Ждем развития спортивных событий. Продолжение следует...